Всех приветствую! Сегодня я буду рассказывать вам о восстанавливающем креме для лица от бренда Secret Key. Честно, давно собиралась рассказать вам про этот крем, потому что это самый первый мой улиточный крем, и я до сих пор отношусь к нему с самыми нежными чувствами. И скажу вам точно, если у вас сухая или нормальная кожа, то в качестве знакомства с улитками этот крем подходит на все 100%. Для жирной кожи он тоже рекомендуется производителем, но у меня нежирный тип, поэтому сказать о комфорте я не могу, но для сухой кожи он просто идеален. Ну вот у меня есть пробник остался, и мне нужно его использовать, потому что мозолит глаза, ну и просто не люблю вот такие вот разрозненные пробники, поэтому покажу вам этот крем в пробнике, но и полную версию тоже открою и немножко расскажу о ней. В полной версии крем выглядит вот так, приходит в коробочке, в картонной. Объем крема 50 грамм. Вот такая вот баночка, очень простая, выглядит очень простенько. Баночка пластиковая и не сильно тяжелая. Имеется вот такая пластиковая мембранка. И вот он сам крем. Крем ярко-белого цвета. Он такой средней плотности. Текстура у него очень легкая, она при распределении очень быстро впитывается и никакой жирной пленки после себя не оставляет. Нанесение вот крем немножко скользит по коже. И вот за счет такого немножко жидкого его состояния, да, расход крема увеличивается. Так вот, не заметила никакой неприятной пленки после нанесения жирности тоже нет. То есть кожа поглощает этот крем целиком. После впитывания макияж на крем ложится очень хорошо. Но крем не матирующий, а поэтому через некоторое время ваша кожа может начать блестеть. Эффективность данного крема для меня выше всех похвал. Самое первое, что вы увидите вскоре, это то, что ваша кожа стала более ровного цвета. Без резких красных, бледных и прочих цветовых перепадов. То есть цвет лица заметно свежеет. Кожа становится намного увлажненнее, все шелушащиеся участки пропадают. И есть еще огромное преимущество у этого крема, то что прыщи и прочая нечисть перестанут вас беспокоить. Для максимального эффекта советую применять этот крем в комплексе. То есть тонер эсенция крем. Но летом он вполне подойдет как самостоятельное средство. Кстати, на пигментацию этот крем не влияет никак, хоть это и заявлено производителем. Но стоит помнить, что это не отбеливающая серия и чудес ждать не стоит. В жаркое время года этот крем, возможно, покажется кому-то тяжеловатый. Здесь, значит, больше подойдет его собрат. Гель-крем, который по эффективности такой же хороший, но имеет более легкую гелевую консистенцию. А вот конкретно этот крем, наверное, будет хорош все-таки осенью и весной. Ну, возможно, зимой, но не в самые сильные морозы. Этот крем мой спаситель, мой любимчик, мой первенец в улиточном уходе. Поэтому иногда сталкиваясь с тем, что кому-то он не подходит, мне становится немножко грустно. Ну, это мой любимчик и он не может стать эффективным для всех, конечно же. При пролонгированном применении крем показал себя уверенной рабочей лошадкой. Он устранил многие изъяны и начал работать над репутацией чистой, ровной и гладкой кожи. А, честно говоря, после него мне было сложно перейти на какие-то другие кремы. Настолько он мне понравился. Хотя у каждого крема есть свои плюсы и минусы. И я желаю вам найти свой рабочий крем, который будет приносить вам необходимую эффективность от его использования. Ну, а я на этом с вами прощаюсь. Всем удачного дня и увидимся в следующем обзоре.